Слава Украине! В обращении о распространённом заводе Азовсталь Мариуполе командир Денис Прокопенко заявил, что получил приказ от высшего военного руководства о приостановке обороны для сохранения жизни бойцов. Он отметил, что условием стал вывод из Азовстали мирных жителей, а также тяжелоураненых, военнослужащих и выносил погибших. По его словам, в итоге все гражданские лица эвакуированы с территории завода, а тяжелоураненым бойцам оказана необходимая медицинская помощь. Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии коснулся ситуации в связи с Азовсталью в Мариуполе. Он сообщил, что до сих пор сдались 1908 военных. Он также отметил эвакуацию мирных жителей. С данной территории выведено 177 гражданских лиц, 47 из которых дети. В ходе выступления на заседании коллегии глава оборонного ведомства также заявил о росте военных угроз на западных границах страны. По его словам, на западном стратегическом направлении ситуация характеризуется возрастанием военных угроз на российских границах. Шойгу отметил, что в ответ на рост угроз до конца 2022 года в западном военном округе будут созданы 12 новых воинских частей и подразделений. Министр обороны сообщил, что со последних 8 лет интенсивность полетов стратегических бомбардировщиков США в Европе увеличилась в 15 раз. А между тем бои продолжаются. По сообщениям Генерального штаба вооруженных сил Украины, для улучшения тактической обстановки российские подразделения усилили наступательные операции в направлении Донецка. Ведется огонь минометами, артиллерией, реактивными системами и оперативно-тактической авиацией. В сообщении говорится, что объекты инфраструктуры в направлении Запорожья также обстреливаются из ракет и артиллерии, а также минометов. Российские военные наносят контрудары в направлении Харькова, чтобы восстановить утраченные позиции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова